Дорогие дети, мальчики и девочки, а также и взрослые, хочу рассказать вам 11-ю часть книги Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима». В предыдущей, 10-й части, христианин проходил через очень опасную часть пути, которая называется «Долина Тени Смертной». Но, несмотря на все ее ужасы, он продолжал надеяться на своего Господа, поэтому благополучно прошел через это страшное место и продолжил свой путь. Следующая часть, 11-я, называется «Христианин и верный». Пройдя немного, христианин увидел перед собой небольшую возвышенность и решил подняться на нее, чтобы посмотреть, что там впереди. Когда он взошел наверх, то увидел человека, идущего по той же дороге, по которой шел христианин. Он сразу же узнал его. Это был его старый друг по имени Верный из города Разрушения. «Верный, подожди меня! Сейчас я догоню тебя, и мы с тобой вместе пойдем!» Но Верный ответил ему «Нет, я не буду останавливаться, потому что идти вперед – это вопрос жизни вечной». Тогда христианин, быстро спустившись с горки, пустился бегом догонять Верного. Он так спешил, что даже упал, достигнув своей цели. Тогда Верный помог ему подняться, и дальше они пошли вместе. По дороге христианин сказал «Как хорошо, Верный, что Господь помог нам встретиться. Скажи, а как и когда ты вышел из города Разрушения?» Верный ответил «Я уже не мог больше оставаться в этом развратном месте. После твоего ухода все жители говорили о том, что наш город будет сожжен небесным огнем?» Христианин спросил «Значит, они тоже узнали о будущем Божьем наказании. Но почему же никто, кроме тебя, так и не ушел из этого погибельного места?» «Да, действительно, никто больше не вышел оттуда», – подтвердил Верный. «И больше того, некоторые стали насмехаться над тобой и над твоим путешествием в небесный город. Наверное, они все-таки так и не поверили Божьим словам. Но я поверил. Я и теперь уверен, что наш город будет сожжен свыше огнем и серой. Поэтому я оттуда удалился». Христианин спросил его «А не слышал ли ты чего-то о сговорчивом, с которым я шел часть пути?» Верный ответил. «Да, я знаю, что он было пошел с тобой до самой топи уныния. Там говорят, что он провалился, но он не признался в этом. Он пришел сильно запачканный грязью. С тех пор он стал всеобщим посмешищем. Над ним и сейчас смеются и презирают его. И никто почти не хочет давать сговорчивому работу. Ему теперь в семь раз хуже, чем было прежде, до его выхода из города разрушения. В Библии написано, что вымытая свинья опять идет валяться в грязи. Вот так произошло и с этим человеком по имени Сговорчивый. Как страшно стать отступником! «Мне кажется, добавил верный, что сам Господь возмутил против него его врагов, чтобы сделать из его поступка пример для предостережения других за то, что он покинул указанный Богом путь». «О да, это очень печально», согласился христианин, а затем спросил. «Расскажи, верный, а как ты прошел свою часть пути? С тобой ведь, наверное, тоже что-нибудь случалось?» Верный ответил. «Да, это так. Правда, болото, которое называется топ уныния, я прошел благополучно. Зато после этого я встретил одну личность по имени распутство, которая начала предлагать мне пойти с ней и обещала много разных наслаждений. Она смотрела на меня так, как будто хотела околдовать, но я быстро закрыл глаза. Тогда она расхохоталась и ушла. Христианин сказал, «Слава Богу, что ты не попал в сети ее греховных наслаждений, и теперь ты можешь наслаждаться своей чистой совестью». «А что еще Верный приключилось с тобой в дороге?» Верный ответил. «Когда я сошел с горы затруднения, то встретил какого-то дряхлого старика по имени Первый Адам, который живет в городе Обман. Этот Первый Адам хотел нанять меня к себе на работу и тоже обещал наслаждение. Этот старик даже предложил мне взять в жену одну из его дочерей, которых зовут похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Но тут вдруг я прочитал на его лбу такие слова «Отвергни этого старого человека с его плохими делами». Тогда я понял, что Первый Адам хочет сделать меня своим рабом и твердо отказался от его предложения. Тогда этот старик начал меня ругать, затем схватил меня и причинил мне очень сильную боль. Но я вырвался из его рук и стал подниматься на гору. Вдруг меня догнал какой-то человек, и ударил так сильно, что я даже упал. Когда я поднялся, то спросил его «За что ты меня так ударил?» Но он снова стал бить меня и повалил на землю. Я бы, наверное, умер от его побоев. Но тут ко мне подошел некто и запретил ему трогать меня. «Кто же к тебе подошел?» спросил христианин. Верный ответил «Сначала я его не узнал, но потом заметил следы ран на его руках и боку и понял, что это наш Господь Иисус Христос помог мне». Христианин сказал «Да, это был он, Иисус Христос, от человека, который бил тебя зовут Закон Моисея. Он избивает всех, кто не исполняет его». После этого христианин спросил верного «А встретил ли ты кого-нибудь в долине уничижения?» Верный ответил «Да, я встретил там человека по имени Недовольный». Он начал уговаривать меня вернуться в город разрушения и стал объяснять, что если я продолжу свой путь по долине уничижения, то этим я оскорблю своих друзей, которых зовут гордость, упрямство, мирская слава и других им подобных. «И что же ты ему ответил?» спросил христианин. «Я сказал ему продолжил верный, что раньше эти люди, то есть гордость, упрямство и мирская слава действительно были моими друзьями, и я даже был в родстве с ними. Но теперь, когда я избрал Божий путь спасения, они мне уже не друзья, и я от них полностью отказался. Меня не страшит долина уничижения, потому что этот путь ведет во славу, а гордость предшествует падению». «Хорошо, ты ответил ему очень правильно. А встретил ли ты еще кого-нибудь в этой долине?» спросил христианин. «Да, я встретил там человека по имени Стыд», ответил верный. Он начал убеждать меня в в том, что быть верующим во Христа это очень стыдно. Он сказал мне, что стыдно плакать о своих грехах, стыдно просить прощения у кого-нибудь за плохой поступок, стыдно возвращать то, что ты взял незаконно. Этот человек по имени Стыд убеждал меня в том, что весь мир считает такие поступки постыдными. «И что же ты ему ответил?» спросил христианин. «Ты знаешь, сначала я немного растерялся от его уверенного тона голоса», признался верный, «но потом я сразу же вспомнил Божьи слова, я вспомнил о том, что об этом написано в Библии». И сказал этому человеку, «Все то, что высоко у людей этого мира, есть мерзость перед Богом». Я объяснил ему, что никогда не буду стыдиться делать то, что повелевает Бог, и попросил его удалиться от меня. Но он продолжал убеждать меня в том, что стыдно идти долиной уничижения. И тогда я сказал ему, «Нет, то, что ты считаешь презренным, для меня есть сила и слава». После этого он от меня тут же ушел. Христианин сказал, «Как я рад, брат, что ты победил в этой борьбе! А больше ты никого не встречал в этой долине уничижения?» Верный ответил, «Нет, больше я никого не встретил ни в долине уничижения, ни потом в долине тени смертной». «Тогда скажу тебе, что ты должен благодарить Бога за это», сказал христианин, «потому что у меня было гораздо больше трудностей в этих долинах». И он поведал верному обо всех своих приключениях, которые случились с ним». Из кирпичика возводят дом большой, а из ниточек прекрасных ткут ковер, так и церковь создает Господь богой. Из людей из наших братьев сестер собираются капли в реки, и колосья растут для хлеба. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Если грустно одному, то все грустят, если рад один, то радость всем другим. В испытаниях братьям вместе устоят, счастье близнего пусть будет моим. Собираются капли в реки, и колосья растут для хлеба. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Вместе пчелки собирают вкусный мед, муравьи трудиться любят. Вместе живут в церкви каждый час служений. Я несет, чтоб вывесить нам Богу служить. Собираются капли в реки, и колосья растут для хлеба. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Я хочу с церковью навеки к Иисусу прийти на небо. Продолжение следует...